Все качественно, хорошо сделали? Все хорошо, очень хорошо. Елене крупно повезло. Вчера вечером заболел зуб. А уже с утра здесь, в первой стоматологии, все вылечили. А вот Людмила и ее сын дождаться своей очереди никак не могут. И в 12 ночи ходила, и в 3 ходила ночи. А бабушки жалуются, говорят, страшно идти ночью. А я однажды на такси поехала, полпятого, 70 рублей заплатила. Приехали, и нам не кончился. Врачи говорят, с острой болью принимают в течение часа. А вот к некоторым специалистам, например, стоматологу-хирургу, нужно записываться за неделю, а то и за месяц. Удалять зуб, карие, ставить пломбу или протезы. На все зубные работы здесь 30 врачей. И минимум 200 пациентов из трех районов города. Плюс выезды на дом к людям с ограниченными возможностями. И так каждый день. Пока 40% должностей в поликлинике остаются вакантными. В детской стоматологии ничего нового. Светлана уже два месяца пытается поставить пломбу трехлетнему сыну. Пока безрезультатно. Талонов нет. Надо говорят, 20 числа каждого месяца идет запись. На следующий месяц тоже проблема взять. И здесь нехватка кадров. Вместо 40 врачей прием ведут всего 10. Не все готовы работать с маленькими детьми. Очень уж беспокойные они пациенты. Талоны, тем более, когда ввели предварительную запись. Мы же это забрали из числа первичных талонов на предварительную запись. То есть мы их забрали. Опять же, каждое утро у нас меньше талонов. И убрать все талоны с утра мы тоже не можем. Потому что пациенты приходят, когда зубы болят, они же приходят, спрашивают талоны. Мы не можем забрать. Поэтому не сделать нам из 10 врачей. Причина, говорят врачи, низкая заработная плата. В среднем в государственной стоматологии доктор получает около 8 тысяч рублей. В платных центрах средний заработок 50. Решение проблемы представители партии «Единая Россия» видят в привлечении студентов медицинских вузов из других городов. Еще один вариант внедрения современных информационных технологий. Любой специальности к узким специалистам, в том числе и к стоматологам, на лечение, на зубопротезирование, предварительная запись по телефону, предварительная запись по интернету, электронной коммуникации выводить необходимо. Это тоже будет одно из направлений решения проблемы. В ближайшее время проверки продолжатся. Качество и доступность бесплатных медицинских услуг проверят в других поликлиниках и больницах. Продолжение следует...